всем привет друзья вы на тут плей значит мы продолжаем нашего видимака нас за нашу королеву мы отошли только от разговора с сыном который предатель он предательский был повин и мы его арестовали опа опа здесь же клад точно принц велим тоже принц ты вообще заслужил ваше величество рейнард отдал честь и щелкнул каблуками в лагерь явилась делегация крестьян из скалы они хотят подать вам челобитную мэва вздохнула челобитные суды аудиенции по этим обязанностям правителя она никогда не скучала ладно приведи их ответила королева передай им чтобы говорили связанные по делу делегацию возглавлял статный бортник велерат сын меслава под взором королевы он пал на колени и воздел руки в умоляющем жесте милосердная ты наша матушка благодетельница жалься над мужицкой недолей в военную годину едва концы с концами сводим вот и просим отмени указ не повышай подать и не можем мы что перебила его мэва какие еще подать и о чем ты говоришь так в вашем указе писано в том что прибит к доске в деревне смущенный крестьянин вытянул из-за пазухи измятую грамоту указал пальцем нужный абзац я королева мэва возвещаю что ежели трон свой вновь обрету по дымную подушную и по земельную подати троекратно повыше дабы расходы военные за счет простого люда возместить мэва удивленно переглянулась с рейнардом она не издавала такого указа но на документе были ее подпись и печать может это затея вильяма исключено мэва покачала головой мой сын пол низко но не настолько чтобы использовать мое имя для подлога тогда кто же составил эту грамоту не львгарцы бесколебания ответила королева у них есть доступ к моим печатям бумагам и писарем они сеют смуту и обман настраивают против меня простой народ гнусные лжицы королева изорвала подложный документ в клочья но она знала что проблему это не решит она должна узнать где были отпечатаны подписанные ее именем фальшивки и положить конец этому беззаконию разложенный мост не получится уроды сейчас если у вас будет боль уже по боль угу угу делюгарцы тоже любили повеселиться потанцевать попеть и пропустить пару кружек черные которые передавались именно этим развлечения в придорожном постоялом дворе лисий хвост не ожидали что к ним вот-вот присоединиться незваные гости кем обычный бой посмотрим что у нас получится из карты так это нам не надо раны еще и так но еще в то в то в то в в а в в что в в и в Я покажу, как в ров мочиться! Держи! Держи! Молодец! Сволочи! Держи! 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 М-м-м! М-м! Нормально! вроде чем-то пахнет здесь подожгем вот это будет мало что надо я уже в пути смерть на самом половину госпожа маргарита про это рассказывала разумеется как пожелаете мастер я не промахиваюсь прошу вас помедлить ваше превосходительство я не успеваю у меня пиздок в сапогах дьяволь эр иглар а и а и а и и и а и и и и Да. Вот Райан Корзай. Надо было слухать мою бабу. Чем они больше, тем проще попасть. Хм, что? А, да-да, сейчас. Все карты у них вытащили. Я, королева моего, заявляю, что всех, кто не в Гарцам помощь, оказывается, караются беспримерной суровостью. Кто с врагом ящикался, амуницией ему починили, либо же харчи подготовил, тот получит 30 ударю плетью. Кто наш язык им объяснял или в проводники нанимался, того казнями жестокими казнями. Не слишком ли? В рийской пещерах живет тролль, которого местные образовывают гурманом. Часто его можно встретить у большой дороги, он встречается там у утопленных путников и приглашает в свою пещеру на стоп. Иногда голодавшие путешественники поддаются искушению и ходят в пещеру, где понимают, что им предстоит вовсе не угоститься, похлебкает тролля, а стать его главным ингредиентом. Сыграть карту ингредиента с тем же запахом, что и у каждого отряда. Иногда приходится жертвовать союзниками. Сыграть ингредиент с тем же запахом, что и у каждого отряда. Иногда приходится жертвовать союзниками. День ингредиент грибы. Наваристый аромат, затуманивает человеческий разум, нарыгает аппетит тролля. Блюдо из костей плохое блюдо, придет аппетитный запах. Вы добыли мясо, но его не на чем пожарить, вот вам поможет. Все тролли обожают это нежное мясо, которое тушили. Мясо, которое с травами, которое много субтролля. Начали каждый уход, поглощаете крайнюю левую карту в рукопашном ряду. Если этот декрет уменьшает силу особо, тролли на линзе яйца. Если вы это отряд, мы его проигрывают в битву. Ну, как я понимаю, этот мандрагора. Минус один. Попахиваю дешевой, выпивка и чесноком. Вот, испорченный эль. С утра до вечера ковыряется в трупах, этот запашок ни к чему не спутать. Ну вот, череп. А здесь минуты затишья на войне, он собирает грибы. Причем осьля-то откладывает отдельно, чтобы замалевать. Ну вот, медведь. Грибы. Идея, все, правильно. Просто обманули дурака. Да, заменили, обманули, убили. Просто они запахом такие же издают, и все. Что здесь надо? Сюда, а потом наверх идем, да? Угу. Все правильно. Эй, мэва. Позвал Газкон, как обычно, пренебрегая дворцовым этикетом. Можно тебя на минутку? Скажи мне, у тебя что, язык отвалится, если ты обратишься ко мне, ваше величество, или королева? Не хочу показаться мелочным, но и ты не величаешь меня кобелинным князем. О. Мэва закатила глаза. Говори, в чем дело. Мои ребята перехватили транспорт черных. Погляди, какой груз там был. Газкон подал Мэве горшочек до краев, наполненный темной густой жидкостью. Хм. Туш? Угу. Почти. Типографская краска. Та самая, в которой напечатаны подложные указы. Мэва повернулась на каблуках, приложила ладони к губам и крикнула. Рейнард, разошли разведчиков по округе. Солдаты вернулись несколько часов спустя с хорошими новостями. Им удалось отыскать Нильфгаардскую печатню, скрытую в заброшенном сарае. Ее охранял отряд отборных пехотинцев. Ну что? Спросил Газкон, пробуя большим пальцем остроту стилета. Заглянем к ним на огонек. Нильфгаардцам пришло время издать поправку. Промолвила королева, вынимая меч. Написанную их собственной кровью. За мной! Лирийцам не нужно было повторять дважды. Дабы защитить доброе имя королевы, они готовы были рискнуть собственной жизнью. Сейчас их покараем. В одном из пропагандистских памфлетов, напечатанных нильфгарцами, было сказано, что Мэва – женщина пугливая. Так что, должным кражом и выдержкой не располагает. Дабы во время войны край свой защитить. Вскоре им предстояло убедиться, что на собственной шкуре, что все эти утверждения были ложью. «Короткий бой». Сейчас мы сомкнем ряды, сломаем лица им. Hollow Tower,'ve уже присоединяй USEashi, мой материна atrás. Влажный, больный, рад Táк и начал рессировать порядку. Да, скресс – нервы, panels from the floor, сломаюсь был хороший,łam feel. Влажный, аллен acord � tonLaVor, и Nobel сoren нигädь участничества напочек… Кос URL сону ключ и field faithful to the table, сону я его слом praеру, Карто, Это папа, dömc brother, попались вас за пять часов, раз начнется ваша сказка странные стрелки ну давай замените ну бей-бей-бей эр игла держи смельчак вместим надо было слухать мою бабу снова на фронт а и вроде чем-то пахнет тише ты вдруг политрук услышал хорошо зашло и панталон а и не а а да в Снова на фронт. Странный урод. Тише ты. Вдруг политрук услышит. Ну всё. Не ожидали нас. Должно быть, сами поверили в эти свои пастыни. Ну, замечательно. Обороной печать не руководил имперский шпион. Видя, что скоро попадёт в руки врага, он быстрым движением перерезал себе горло. Кровь хлынула и смешалась с ещё влажной краской на бумаге. Рейнард подбежал к Нильфгаарцу, попытался остановить кровотечение. Но было слишком поздно. Шпион унёс свои тайны в могилу. Мэва взяла только что отпечатанный памфлет. Листок приписывал ей многочисленные проступки и злодейства, как действительные, так и надуманные. Гравюра над текстом изображала королеву в весьма неприглядном виде. А если мы применим их же оружие против них? Спросил Газкон, подбирая литеры так, чтобы получилась крайне непристойная надпись. Состряпаем сейчас тут с ребятами пару куплетов про Айвдаги. Развесим потом по деревням на радость зевакам. Интересно. Да, мы воспользуемся этими печатными машинами. Сказала королева. Только напечатаем не ребяческие шутки, а правду. О том, что нильфгардцы сделали в Альдерсберге. Как пытались меня убить в Махакаме и Ангроне. Какую судьбу уготовили крестьянам. Газкон посерьёзнел и положил обратно забрызганные чернилами шрифты. За работу. До захода солнца я хочу увидеть первые оттиски. Вскоре в каждой корчме по всем городкам и деревням висели листовки, подробно описывающие преступления нильфгарда. Зволнованные ревийцы делали всё, чтобы укрепить армию королевы. Одни жертвовали деньги, другие записывались в солдаты. Ильфгардцы перебили всех в Росберге. Не пощадили даже женщин и детей. Крестьяны заедирно угнали в рабство. Такую же судьбу черные готовят и жителям Ривии. Император Эмгир Варем Рейс в Ранский выродок. Император Эмгир Варем Рейс в Ранский выродок. Император Эмгир Варем Рейс в Ранский выродок. Так, что здесь по дороге наверх? Местные предупреждали королеву, что они больше не входят в Рейнвейхольм. После того, как нильфгарцы зажгли деревню Дотла, там завелись чудовище. Какое-то время им уже сопротивлялся безумевший от горя преподобный Григорий, но в конце концов его разорвали на куски. Вкусите один отряд на 125 единиц или более. Активируйте способность на вашего лидера. И до 125 единиц. Хм... Труднее глазу поглотить смешные отряды, есть значение силы, поглощенный отряды начетные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И этот лес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...